Здравствуйте! Вы смотрите выпуск новостей 16.12 в студии Михаил Тишин. Мы говорим о жизни в Казахстане без цензуры Назарбаева. Сегодня в выпуске. Жесткий карантин продлен еще на две недели. Население оставлено без поддержки государства. Поддерживать Нур-Атан стало неприличным. Вчерашние сторонники режима сегодня критикуют его и получают поддержку общества. Люди поддерживают требования ДВК по спасению экономики и требуют отставки преступного режима Назарбаева. Премьер-министр Оскар Мамин объявил о продлении карантина и возобновлении выплат в размере 42,5 тысяч тенге. Акцентирую ваше внимание на то, что все поставленные главой государства задачи должны быть четко исполнены. Каждый руководитель несет персональную ответственность за их реализацию. Во время чрезвычайного положения власти лишь частично выполнили требования общества о социальной помощи. Сторонники ДВК и Коще Партиясы требовали от государства безусловной выплаты пособий всему населению и оплату процентов за кредиты. Помощь в 42,5 тысячи тенге хотя бы один раз получили 4,5 миллиона казахстанцев. Для них это стало единственной возможностью выжить в условиях жесткого карантина. На этот раз министр труда объяснил, что выплаты смогут получить далеко не все. В данном случае выплата предусматривается наемным работникам, индивидуальным предпринимателям и самозанятым гражданам, если они потеряли свои доходы в связи с ограничениями, связанными с коронавирусом. Помощь не получат те, кто в ней больше всего нуждаются. Без работы после прошлого карантина остались более 2 миллионов человек. Но даже те, на кого распространяются подачки государства, столкнутся с испытаниями. Куда обращаться, на какие порталы. Значит, те порталы и каналы, которые были применены в прошлом раз, они также будут действовать. Это значит, что людям надо будет собрать справки о потере работы и отсутствии дополнительных доходов. Потом оформлять заявки на выплаты через электронные сервисы. В прошлый раз они не могли справиться с нагрузкой и просто не работали. Поэтому люди бросились в банки и создавали длинные очереди, где способствовали распространению вируса. На отчаявшихся людях наживались мошенники, предлагавшие оформить получение выплат без проблем. Также власти больше не дадут отсрочки на выплаты налогов, арендные платы, коммунальных услуг и процентов по кредитам. Безработное население по-прежнему должно искать деньги на обязательные платежи. Власти больше не будут тратить деньги на поддержку народа. Они уже готовятся к масштабной критике. Правительство прямо запрещает любую негативную информацию о ситуации с коронавирусом. По новому показателю, который показывает оценку эффективности информационно-разъяснительной работы по борьбе с COVID-19, должны быть реализованы мероприятия, которые в плане должны повысить уровень осведомленности населения при проводимых мероприятиях. Акиматам необходимо обеспечить реализацию данных мероприятий. На прошлой неделе Токаев наделил министра здравоохранения чрезвычайными полномочиями. Цой уже поручил Акиматам наладить систему по борьбе с нежелательной информацией в СМИ. Грабеж населения, цензура и подавление свобод – все, что может предложить режим Назарбаева стране. У нас в реальности умирает не менее 300 человек в сутки. Не менее 300 в сутки, не в месяц, как сейчас режим заявляет, что якобы от коронавируса за месяц, точнее за все время умерло 375 человек. Вы же прекрасно знаете, что это неправда. Мы получаем сведения со всех регионах страны, и люди гибнут десятками в тех или иных регионах страны. Очевидно, что сейчас в нашей стране погибают сотни людей. Этот режим продолжает врать, приписывать. Паралич государственного управления вносит панику в ряды обслуживающего режим персонала. Один за другим недавние поклонники Назарбаева и Токаева стали выступать с критикой и разоблачением их преступлений. Певец Димаш Кудайберген удивил страну откровением. В честь чего салют? В честь того, что мы на первом месте по заболеваемости коронавирусом? Люди не могут найти баллончиков с кислородом в то время, когда в Астане устраиваете салют. Продолжайте в том же духе, и в следующем году праздновать уже будет некому. Салют по случаю дня рождения Назарбаева возмутил многих. Но то, что об этом сказал Димаш, стало самым грандиозным провалом режима. Димаш Кудайберген – давний поклонник Назарбаева и самый известный его пропагандист. Член Нуратана и участник почти всех съездов партии. Не менее откровенно высказался депутат Мажелиса, председатель фейковой партии Акжол Азад Перуашев. Это еще один подхалим, создающий видимость демократии в Казахстане. Он работает на Аккорду в качестве конструктивной оппозиции. В своем твиттере Перуашев пишет. Сегодня поминаем жертв пандемии. А на самом деле людей убивает развал госуправления. Коррупция и стремление чиновников нажиться на каждом человеке и каждой статье бюджета. Равнодушие системы к страданиям и даже смерти своих граждан. Сколько их еще будет? Об этом Перуашев написал только на личной странице. Ведь за несколько дней до этого он выступил с очередными хвалебными речами в адрес Токаева. Думаю, многие из казахстанцев услышали в речи Касым Жомарта Кимелевича свои собственные мысли, которые горячо обсуждают в обществе, но о которых так не хватало в устах государственных мужей. О крахе власти заговорил даже внештатный советник президента Алжас Худайбергенов. Он заявил о необходимости прихода ко власти новых людей. Люди не видят моральных оснований, чтобы правительство с таким зрением продолжало работу. Но даже если отставка правительства состоится, подбор новых людей по тем же правилам ничего не изменит. Должны быть новые люди и новые правила. Худайбергенов не назвал ДВК, но из его слов следовало, что именно демократический выбор может спасти страну. Других сил с политической программой, выступающих против Назарбаева в Казахстане, просто нет. Еще один известный нуратановец Санжар Бокаев выступил с резкой критикой палаты предпринимателей Атамикен. Это один из проектов семьи Назарбаева, созданный его зятем Тимуром Кулебаевым. Бокаев пожаловался на страницы Facebook. Нас на законодательном уровне обязали оплачивать членские взносы палате, в услугах которой мы не нуждаемся. На деле получается, что узаконили рэкет. Бокаев вступил в партию Назарбаева ради выгоды, а когда это стало невыгодно, он первый стал критиковать режим. Ранее он возглавлял управление внутренней политики Акимата Алматы, тот, кто отвечает за преследование всех противников власти. Уважаемые друзья, на примере здравоохранения вы, наверное, хотите сказать, у нас здравоохранение плохое, нужно реформировать, надо бить по министерству здравоохранения и так далее. Нет, нам нужно бить кардинально по политической системе, где вся власть принадлежит одному человеку. Людей во власти все больше пугает, что нынешний режим оказался не в состоянии защитить себя. Каждый день высокопоставленные чиновники умирают от коронавируса и вызванной им пневмонии. От эпидемии не спасают ни закрытые клиники, ни охрана, ни миллионы долларов на счетах. В один день скончались сразу действующие бывшие заместители министра обороны Казахстана. На следующий день пришло известие о смерти заместителя Акима Туркестанской области Касмана Этмухаметова. Режим не в состоянии обеспечить безопасность даже своих служащих. Крысы начинают бежать с тонущего корабля Назарбаева. Люди не хотят больше терпеть режим Токаева и Назарбаева. Их политика затягивает страну в пропасть. Правительство растрачивает бюджет, чтобы отпраздновать юбилей Назарбаева. А в это время сотни людей умирают в больницах от нехватки медикаментов и аппаратов ИВЛ. Какая-то часть населения кое-как получает 42 500 тенге. Но это только вследствие того, что мы объединились и начали оказывать давление. Стали требовать сначала 50 000 тенге. Тогда они сказали, окей, мы дадим только часть населения 42 500 тенге. Теперь наши требования следующие. 100 000 тенге в течение трех месяцев. Пока мы не выйдем из состояния карантина. За 4 месяца необходимо заплатить банковские проценты, потому что многие из вас испытывают трудности. И вы не можете рассчитаться с банками даже за проценты, не говоря за основную сумму кредита. Чтобы спасти казахстанцев, необходимо принять пакет требований ДВК. Это минимальные меры, которые помогут спасти экономику и народ во время кризиса. Требуем признать ситуацию с коронавирусом чрезвычайной и принять пакет мер для спасения людей и экономики. Требуем остановить преследование врачей, журналистов, правозащитников, активных граждан. Требуем полной гласности о статистике заболевших, о поставках препаратов, о количестве медицинского персонала. Требуем мобилизации всех министерств, военных, для обеспечения бесперебойной работы медицинских учреждений. Требуем сократить бюджет Комитета нацбезопасности на 100 миллиардов тенге. Мы не видим этих массовых требований. Мы слышим десятки, сотни голосов, но мы не слышим тысячи. Мы не слышим тысячи голосов, которые требовали бы и говорили, выходили бы массами, как и матом, и требовали. Только тогда, когда мы это будем делать, только тогда эта власть попасть назад и что-то сделает. Активисты и неравнодушные граждане требуют политических и экономических реформ. Простые люди открыто от своего имени рассказывают о преступлениях власти по отношению к своему народу. Отстреляли аппараты ИВЛ, читайте, отстреляли нас всех и плюнули на нас. Не хватает просто никаких аппаратов, никаких медикаментов, никаких средств с защитой. Врачи, которые спасают очень много людей, тоже не защищены. Я требую, чтобы вы дали отчет на те 14 миллиардов долларов, которые были потрачены на борьбу с коронавирусом. Если потрачены средства и проведена работа, то почему вы не можете побороть пневмонию? Будьте добрее, будьте человечнее. И наша свобода не за горами. Аллах, Азахстан! Ну а на сегодня все. Ставьте лайк под видео и жмите на колокольчик, чтобы первыми узнавать о новых выпусках. С вами были новости 16-12. До встречи! Субтитры подогнал «Симон»!